Домохозяйка Менеджер, многофункциональный робот, прислуга широкого профиля. Да они просто не завидуют тому, что я свободный человек, что мне больше не нужно ждать выходных, чтобы заняться тем, чего просит душа. Запросы у нее, правда, какие-то странные. Ни разнообразия, ни масштаба. Приготовить еду, убрать, постирать. Торетта подана. Срочно требую принца. Эй! Ты где? Еще пять минут, я там сюда. Ладно, я у тебя там пока пошуршу. Ладно, я не успела позавтракать, а даже живот сводит. Ты представляешь? Представляешь, он меня прям с постели поднял. И сразу давай орать. Почему вы до сих пор не вывезли свои вещи? А у меня вообще-то аренда до пятого числа. Я имею полное право в конце какого. Соня, что? Да? Да. Жаль. Ага. Ты думаешь, если так долго туда будешь смотреть, там что-то прорастет? Нет, я просто думаю, живой ли ты вообще человек, когда ты когда-нибудь что-нибудь потешь и ничего знаешь, но, между прочим, ты посадишь себе просто желудок и все. Ну, надеюсь, ты не добычешь до этого. Ну? Ну, хорошо. Давай с тобой договоримся так, ты отвечаешь за мое питание, а я, ну, чтобы ты не путал, маи сверлил. Правда, придется съехаться. Ну, чтоб удобно было. Че думаешь? Че? Да, Лёна. Ну? Хорошо. У меня срочно вызов. Звонить своему орендатору. Пусть подождает до вечера. Да, вот так… А, вот не надо мне так смотреть. Ты когда захочешь, можешь мертвого говорить. Все. Здорово. Ну, че? Ну, че, о чем? А, вот… Алёна Викторовна Романенко. Сорок семь лет. Успешная спортсменка, даже очень успешная в прошлом. Хотя прославила ее не столько спорт, сколько активная светская жизнь, последовавшая за ним. Замужем? Не. Не была никогда. Ага. Спорт какой? Не поверишь. Че? Синхронная плана. Ух ты. Ага. Лет двадцать назад была лидером сборной. Даже так? Да. Чемпионка по синхронному плаванию утонула в собственном бассейне. Угу. Да, о таком заголовке журналисты могут только мечтать. Кто нашел тело? А он. Угу. То есть, на работу вы пришли к девяти утра. А позвонили в полицию в одиннадцать двадцать пять. Два часа двадцать пять минут. Как же так? Алена Викторовна, отсыпайся в это время всегда. А я всегда начинаю горку с первого этажа, чтобы не мешать ей. Отсюда и не видно ничего. Пока с посудой разобралась. Пока пыль везде вытерла. Пока до второго добралась. Пока вот окно. Я не могу. Угу. Угу. Да. Сейчас, сейчас я приду. Так, хорошо. Вы, пожалуйста, передайте свои контакты моим коллегам. Хорошо? Вы думаете, что это убийство? Вы оставьте координаты. А мы подумаем. Угу. Даже не надейся, тут сходу не скажешь. На голове отчетливый след от удара. Что может связаться как об убийстве, так и о том, что она ударилась при неудачном падении. Угу. Я думаю, как бы журналисты раньше времени не пронюхали. Барыш, это видно? Это ты мне хочешь придать ускорение? В лучшем случае завтра утром. Раньше не жди. Угу. В лучшем случае завтра утром. Хорошо. Хорошо. Чего у тебя? Так, ну, соседи опрошены, никто ничего. Ну что, скругляемся, а? Я в кино успею. Так, а вы по какому праву здесь находитесь? Это частная территория. Чего молчите-то? Чего вы здесь делаете? Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Привет. Опа. Тебя можно помочь? Давай. Это просто чудо, что ты здесь оказался. Чудо-чудо. Или нет, все-таки не чудо. А? В общем, я не знаю, как это сказать. Закружай. Господи. В общем, у меня есть дочь. Зовут Лиза. Скорость семнадцать. Объявилась три недели назад. Хочу познакомить ее с семьей. Не знаю, как лучше это устроиться. Нужна твоя помощь. А ты знаешь, а я почему-то не удивлена. Да? А по лицу не скажешь. Ну, ничего. Лицо потом подстроится. Шестнадцать лет. Дочь. Ну, ты даешь вообще. Ошибки молодости. Ты же знаешь. Я еще раз спрашиваю, на каком основании? Что вы здесь так руки уберите? Здесь полно ценных вещей. Вы будете лично отвечать за каждую. Понятно? Потише. Для начала представьтесь. Ваше имя. Матвей Романенко. Я ее сын. Матвей Романенко. Осматривайтесь. Не растоптали ли мы ваш дворец? Видал? Видал. Но у нас же был шанс закончить пораньше. Да ты посмотри, какой персонаж. Чем тебе не кино? Да, очень. Матвей, можно вас на секунду? На две его позови. Слушай, может, как-нибудь подготовим народ перед ее появлением? Ну, а чего не подготовить? Давай, сейчас подготовим. Ну, ты, главное, помягче, поделикаче, ну, само собой-то. Алло. Пап, привет. Слушай, скажи, у нас сегодня на вечер какие-нибудь планы есть? А, ну, отлично. Тогда жди гостей. Прикинь, Олег дочь свою приведет. Пап, ну, как это, какой Олег? У меня, вообще-то, было три мужа. Миша, Гена и… Молодец. Вспомнил, да? Ну да, прикинь, у него дочь шестнадцать лет. В следующем году будем на выпускном гулять. Угу. Ну, давай. Очень мягко и деликатно. Прям как бульдозер. Зато две минуты и все. Походу, дома ее нет. Может, у меня домофон не работает. Позвони еще раз на мобильный. Что, первый раз? Нафига? Главное, ведь заранее договорились. Ну, знаешь ли, Олег, гены пальцем не раздавишь. Я помню, у нас с тобой случай был. Мы как-то детей на каток собирались отвезти. Она мне неделю выносила мозг на эту тему. Она не могла забыть, понимаешь? Не могла. Олег, ей шестнадцать лет. Понимаешь, шестнадцать лет, у нее ветер в голове. Вспомни себя в этом возрасте. Может быть, она, я не знаю, с мальчиком поссорилась и нарочно отключила телефон, чтоб он бедный весь извелся, какой он козел. Это же излюбленный способ всех. Женщин четырнадцать плюс. Идет. Наташа, младь Лизы. Да. И что мы тут стоим? Не могу до Лизы дозвониться. Не знаешь, где она? Ты смотри, какой заботливый папа. Да. Столько лет подряд ему было Сера Бурмалинова, где она, а тут вдруг Надь. А ты что, по новостям передала, что у меня дочь родилась? Я откуда мог знать? Хотел бы, узнал. Пойдем, Саша. Ой, какая же ты… Какая? Ну, говори, какая. Стерва равнодушная. Тебе на собственную дочь не наплевать. Да тебе всегда было пофиг на всех. Тебе напомнить, как ты меня бросил? Это сейчас че-то какая месть мелкая? Сначала познакомила, а теперь рассказала, какой папа подлец. Не пришлось рассказывать. Сама все поняла. Это что сейчас было? Вау. Вау. Надеюсь, на этом все? Или вы еще на чердак полетите? Думаю, все. Я закончил. А могу я рассчитывать, что с вашей стороны, ну, скажем так, не будет лишней огласки в том, что в ее смерти нет криминала, у меня лично не осталось сомнений. Сомнений? А были? Ну, ведь ничего же не пропало. Так. А что именно отсюда должно было пропасть? Не-не, народ. Это как в анекдоте. Встретил ребенка на улице, дай конфетку. Вдруг твой. Шестнадцать лет. Ребенок. Не смеши меня, Миша. С вами-то как? Говорю, женишь, просила. Да. Называется, хочешь повезти тебя о чем-то весь мир? Расскажи папе. Ой, ну, как это так не пришла? А кому и пирог пекла? Пираника Степана, я, конечно, понимаю, что я не достойна вашей великолепной стряпни, но вообще-то я его с удовольствием сейчас прикончу. А почему не пришла? Случилось что? Это что ж получается? Поматросила и бросила как-то ее мать? О, какая изощренная месть. А ты уверен, что это твоя? Ну, прям спросить нельзя. А чего, ну, действительно, вполне резонный вопрос. Конечно, ну, а какие ваши доказательства? Фото? Хотя, если подумать, факт того, что она задела на встречу, которую сама же назначила, в данном случае я бы расценивал как успешный тест ДНК. Нет. Миш, ну, у тебя совесть есть? Скорее да, чем нет. Если да, давай-ка быстренько сгоняй ко мне в машину за коробками. Ну, ты рано поймешь. Потом поешь. Генночка, и ты тоже. Спасибо. Я пока пойду, как раз детей ложу. Режьте сами. Да, да, да. Ну, куда поешь, возьми. В мату. И положите. Худющая, как велосипед. Да. Нет, не надо. Я на диете. Лучше много там еще? Сказали последнее. Привет. Привет. Что за масло гуляние? У кого-то день рождения. А я забыл у кого. Надеюсь, не у тебя. Нет. Ну, слушай. Привет. Прикинь. У Олега объявилась взрослая дочь. Так. Шестнадцать лет. И все вот пришли на нее поглазить. А где она? А она не пришла. Да? Ну, пойду, пойдем. Ну, что? Согласно заключению судмедэксперта, в крови погибшей не обнаружено ни алкоголя, ни наркотических веществ. К тому же, в легких воды тоже не обнаружено. Что может говорить только об одном, что она погибла до того, как оказалась в бассейне. Владимир Михайлович, это убийство. Налицо все основания для возбуждения уголовного дела. Ну, раз налицо. Возбуждай. Разрешите идти? Свободны. А что ты криминалистов смотрел? На первом этаже, где была проведена уборка, миллион просто отпечатков. Миллион. А на втором этаже, где спальня, кабинет, все чисто, стерильно. Как в операционной. Угу. Так, это что же получается, что либо криминалисты все напутали, мы что я слабо верю, либо домоработница нам набрала. Угу. Ну что ж, придется еще раз допросить домоработницу. Хорошо. Хорошо. Ты меня слышишь, нет? Угу. Что? Слушай, ну ты так и не сказал. Зачем? Нет, мне, конечно, не сложно. Я женщина безработная, я могу запросто на другой конец города поехать за пиццей. Особенно, если ты платишь. Но все-таки… У Лизы есть парень. Зовут его Игорь. Он работает здесь. И ты решил у него узнать, почему? У Лизы выключен телефон, так? А что так все усложняет? Ты же можешь Наташе позвонить? Или, ну, это… Еще раз к ним съездить, в конце концов. Я ездил. Там никого нет. И Наташиного номера у меня тоже нет. А, ну, надо было с этого начинать. Может, вон тот дальний? Может. Или вон тот? У него кольцо на руки лез. Жень говорила, что он женат. Игорь, где тебя черти носили? Уже полчаса как должен быть здесь. Ну, вчера мы с ней в кино ходили, часы обеда. Я потом сразу сюда поехал, а она навстречу погнала. Куда? С кем? Ну, как с кем? С вами. А ты не заметил вчера ничего странного в ее поведении? Может, ей звонил кто-то? Вообще, может быть, в последнее время у нее появились какие-то новые знакомые? Ну, в общем, было ли что-то вчера, что тебя как-то напрягло или удивило? Да нормально все было, как обычно. В чем кипиш? Случилось с ней что-то? Чтобы моя дочь работала домработницей, быть этого не может. Вы не знали, что ваша дочь подрабатывает? Не выдумывайте. У меня прямо голова от вас разболелась. Тем, моя дочь мыла полы у какой-то спортсменки. Ну, она, конечно, подрабатывала в секретарше, на выставках каких-то, в клубах. Екатерина Сергеевна Евченко. 1997 года рождения. Ваша дочь? Да. В таком случае ошибаетесь вы, а не мы. Скажите, можно взглянуть на комнату Кати? Пожалуйста. Пусто. Угу. Спасибо. Ну-ка, глянь. Да. Даже так? Да, кончай ты себя и заводить. Если б с ней действительно что-нибудь случилось, тебе бы уже сообщили. Слушай, а хочешь, я у Миши попрошу распечатку ее звонков. Эй. Наконец-то идет. Сколько тебе раз повторять? Ее нет. Дай пройду, я не верю тебе. Да что ты говоришь? У нее в графе отец стоит прочерк, между прочим. Подожди, простите, пожалуйста, вы нам так и не ответили. Вы Лизу когда последний раз видели? Она дома ночевала вчера? Она, конечно, ночевала. Что у нее, сто квартир в Москве? Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Выросла лоботряска. Он один день носит, другой стирать. И ладно бы сама. Так, все, ладно. Не заводи меня. Ого. Привет, Сув, Журавлев. Пробей мне, пожалуйста, одного человечка. Будь так любезен. Валерий Петрович Фомин. Да, он, конечно, прям тут серьезно наследил в распечатках телефона звонков Романенко. В смысле? Подожди, ты же мне сам принес сегодня распечатки. Ну, посмотри, оттуда номер. Что, доставили сладкую парочку? Доставили? Двоих? Двоих. Да, слушай. Нет, нет, нет. Тебе одного. Тебе Фомина только. Сейчас. Все, давай, пока. Сейчас. Ой, ну что у нас за сидячая забастовка, а? Олег, милый мой дорогой, ты что, вечно здесь будешь сидеть? Почему нет? Вполне себе план. Рано или поздно она все равно вернется домой. Ну, хотя бы одежду сменись. Ух. Подожди-ка. А набери-ка мне Игоря. Он же тебе номер свой дал? Алло. Алло, Игорь, здрасте. Это Инга Хвостикова. Я вот по поводу Лизы. У меня очень быстрый вопрос. Скажите, она во что была одета вчера? Не понял. Ну, в чем она вчера была? Ну, джинсы светлые, с дырками. А наверху толстовка такая, со звездочками? Не-не, что-то красное, типа рубашки. А-а. Спасибо. И что это значит? Ну, это значит, что либо Наташа нам врет, либо она вообще не следит за своим ребенком. Но в любом случае здесь что-то не так. Может все-таки в полицию, а? Нет. Пойду попробую поковыряться у нее в соцсетях. А вдруг что-нибудь найду. Тогда я не нужна уже, правда? Почему вы не сказали, что встречаетесь с Катей? Почему вы не сказали, что узнали о смерти мамы не от полиции, а от нее? И почему вы не сказали, что она позвонила вам сообщить в девять пятнадцать, когда пришла на работу? И только спустя два часа она позвонила в полицию. Она там что-то искала? Ну… Он всего лишь попросил меня все осмотреть. Матвей занимается политикой. Публичный скандал может плохо отразиться на его дальнейшей карьере. Нужно было убедиться, что полиция не найдет в доме ничего такого. Какого такого? Да там могло быть что угодно. Вплоть до ее откровенных фотографий. Я вот, например, не поручусь, что она никогда не позировала перед своим бойфрендом. В чем, мать, их дела? Какой-то модный фотограф. Младше нее. И со стороны это выглядело просто смешно. Еще и с Матвеем из-за него поссорилась. Полгода назад. И с тех пор ни звонков, ни переписок, ни встреч, ничего. Я ведь Катю для чего к ней устроил? Чтобы хоть одним глазом смотреть, что у нее там в жизни творится. Это естественно. Он… Он жутко волновался за свою мать. А Фомину это не только деньги были нужны. И это видели абсолютно все, кроме нее. Фомин, он… Насколько я понял, этот Фомин еще и поколачивал в Романинку время от времени. Что тоже не добавляет популярности этому типу? Прикинь, он однажды даже выбил ей кусок верхнего зуба. А у нее на следующий день была какая-то очень важная встреча. Ей чуть ли не вечером пришлось ехать в какую-то супер клинику. О! Клинику? Это хорошо. Клинику можно проверить. Перед встречей с буйным фотографом надо набрать побольше патронов. Ты это сейчас фигурально или мне еще одну обойму захватить, а? Все, давай. Иди домой. А та девочка новая, про которую дед говорил, она почему к нам в гости не хочет прийти? Ну, почему не хочет? Она хочет. Просто у нее там сейчас какие-то дела. Ладно, все. Давай спать. Спокойной ночи. Марик, спокойной ночи. Давай тоже закругляйся. Сейчас, пять минут. Я засекла. Знаешь, по ходу я знаю, куда она делась. Вот взломал страничку ее сети. А там вот эта фигня. Чтобы помирить и сблизить родителей, надо объединить их перед общей бедой. Ну и ну. Это что, действительно думаешь, что она, чтобы вас помирить, решила сбежать из дома? Она мне весь мозг провела на эту тему. Почему мы расстались? А если бы у мамы сейчас никого, и т.д. и т.п. Ну, понятно. Ну, теперь-то чего? Все? Можем расслабиться? Риза пропала. Ты был прав. Умоляю тебя, приезжай. Все. Что? Все, я позвоню. Я позвоню. Девчонка у нас. Хотите, чтобы она к вам вернулась? В точности следуйте дальнейшей инструкции. Если пойдете в полицию, Лиза умрет. А почему именно она? Что им вообще надо? Что они хотят? Журавлев. Нам нужен Журавлев. Кто такой Журавлев? Это следователь. Вы не переживайте, он свой, он никогда никому ничего. Да. Нам нужен Журавлев. Следователь, это хорошо. Да, Саша? Это очень хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это что за черт? Как это может быть? Нас послушивали, что ли, или следят? Ох. Да. Я понял. Да, мне тоже пришло. Только это, а что? Наташ, ты с ума сошла? Сколько? Ох. Так, по взгляду сюда. Вот. Потом и сюда. Так. Ага. Так, вот полуфазу ловим. Оп. Да нет, чтоб я когда-нибудь на женщину руку поднял. Что? Не, ну может был разок случай. Она при всех меня. Козёл, пошёл ты. Язык-то без костей у неё был. Ну, я и влепил ей из-за трещины. Ну, это максимум, что было. Это всё. Тогда я обязан вас спросить. Пятого числа. С восьми до полуночи. Где вы были? Пятая. Это у нас пятница. А, ну, работа была. Снимал. Съёмка сложная. Хотя я не понимаю, зачем вам моё алиби. Её же из-за книжки этой дурацкой убили. Из-за какой книги? Утопая в любви. Это она её так назвать хотела. Пятнадцать миллионов? За два дня? Как вообще такое возможно? Они что, с ума что ли сошли? Ты же не Рокфеллер. Олег? Я чего-то не знаю? За что, есть такие деньги? Ночью я ещё сомневался. Но когда они сумму назвали? В общем, полгода назад умерла папина тётка. Здесь, в Москве. Я с ней бы не был знаком. Короче, она мне свою квартиру оставила. А почему я только сейчас об этом узнаю? Это раз. И как это связано с похищением Лизы? Это два. Эту тётку перед смертью обхаживали очень мутные люди. Пожилая женщина, одинокая. Хата в центре. Стандартная схема. Но она квартиру умудрилась по завещанию оставить мне. Не знаю как, можно даже не спрашивать. Короче, когда туда я приехал неделю назад, один из этих людей поджидал меня уже там. Какой бородатый, мерзкий, еще и с перегаром. В общем, он мне угрожал. Начал орать, что он два года работал с женой на эту квартиру, типа я должен её освободить для них. Иначе я пожалею. Так он мне сказал. А ты что? Послал, сказал, что с ментов вызову он освободил. Вот еще. Этот мужик видел Лизу. Я приезжал туда вместе с ней. Это он. Это вот он её и похитил. Ну а кто еще? Тише ты, подожди. Так, ну что-то ты о нем знаешь. Имя, фамилия, контакты какие-то. Ничего. Я даже описать его не смогу. Там было темно. Там в квартире вообще свет. Выключили за неуплату. А что эта квартира? Действительно 15 миллионов стоит? А может и больше в два раза. Там понтовое место почти в центре. Ну… Ну, тогда у нас остается только один вариант. Вы знаете, район просто супер. Я сама всю жизнь мечтала здесь жить. Ну, квартира, конечно, так, прямо скажу, бабушкин скорее вариант. А с другой стороны, кто сейчас хочет, чужой ремонт. Все равно все свой делают. Правильно? Ну, вы мне так и не объяснили, а почему выставляете в два раза ниже рыночной стоимости? Никаких кредитов, никаких ипотек. Только наличные. И деньги нам нужны завтра. Да. Ага. Вот так. И условия, конечно, необычные. Мы сами все понимаем. Но с другой стороны, вы посмотрите, какая квартира. И всего лишь за полцены. Господи, а чем здесь так воняет? А я знаю. Недерализация была нормальная. Ты что, замки, что ли, не поменял? С ума сошел. Они вообще могли здесь все спалить. К черту. Да. Ну, конечно, сейчас вид не самый товарный, но я думаю, что это все решаемо. Давайте мы быстренько сейчас, буквально в течение нескольких часов наводим марафет. А вы пока выставляете квартиру на продажу. Нет, я не буду подсовывать своим клиентам такой проблемный объект. У нее репутация. А если за полцены? Даже за треть. Извините. До свидания. Слушайте, вам очень повезло. Убийство автора книги. Накануне ее выхода в свет. Отличная реклама. Какого выхода? Какой книги? Кроме названия и обещания скандала, на который я с потрохами купился, у меня ничего нет. То есть, как ничего? Ни одной строчки не видел. Я ни одной страницы в руках не держал. Угу. Получается, вы купили кота в мешке? Ну, не до такой степени. Мы тут тоже не идиоты. Работа по книжке велась. Наш редактор тратил свое рабочее время, курируя этот процесс. Тем не менее, мне нечего издавать. Книги нет. Нет. Это было ее условие. Оно и в договоре прописано. Можете, кстати, если интересно взглянуть. А, да. Слушайте, мы были бы вам очень благодарны. Если это возможно. Да. Ну, для нее это было важно. Писать от руки и хранить рукопись у себя в единственном экземпляре до самой финальной точки. Да? Ну, вы сами-то книгу читали? Да. Практически все. В ее доме, в ее присутствии. Даже банально сфоткать на мобильник без шансов. Так, по идее, все должно было храниться в ее кабинете? Да. В верхнем ящике стола. Нет. Нет. В верхнем ящике стола ничего не было. Он был пуст. Пуст. Ась. Понимаете, нам очень важно знать, что именно было, а точнее о ком шла речь в этой книге. Вот. Вы же единственно, кто ее читали. На вас вся надежда. Дайте мне немного времени, и я попробую набросать список. Угу. Класс. У нас есть ровно сутки, чтобы привести это все в божский вид. У нас нет этого времени. Не ори на меня. Я знаю, что нет. Вообще не я все это устроила. Если с ней что-нибудь случится из-за меня, я не знаю, что с собой сделаю. Ты ищешь выход? О, вот он, пожалуйста, звонит. Журавлев, пожалуйста, давай ему все расскажем. Не смей этого делать. Ой, привет. Ага. Угу. За что-то устала. Скоро спать буду. Буду. Угу. Покойной ночи. Так точно. Будет исполнено. Третьи сутки. Вместо того, чтобы дела разгребать, телефонисткой работаю. Ладно бы СМИ. На часть-то будем и неладно. Провода обрывают. А что я, скажи на милость, должен им говорить? Ну, у вас хоть одна приличная версия есть? Одна приличная версия есть. Ну, перед смертью Романенко работала над мемуарами. Да. Ну, прям скандального содержания. Обещала раскрыть публике тайны своей личной жизни. И обещалась пройтись катком по своим влиятельным ухажерам. А их было немало. Вот. Что дает длинный список подозреваемых. Так, то есть, так, так. Например? Ну, мы еще выясняем. Ну, как только будут новости, вы узнаете первым. Точно. Спасибо. Спасибо. Подробности, пожалуйста. Хорошо. До мелочей. Я свободен. Владимир Федорович. Никакой полиции, никакого Журавлева. Теперь понимаешь? Ну, мы поэтому к тебе пришли. Нам нужно узнать, не вызывали ли полицию по этому адресу. Тогда квартиру громили. Там грохот должен был стоять на весь подъем. Стоп, стоп, стоп. Подождите. Я уже нить потерял. Реплик десять назад. Какой квартирю вы говорите? Да вы чего, ребят? Вы с ума посходили, что ли, а? Ну, это безрассудство. Это просто преступно. Так, активами разбрасываться. В таком случае, вы знаете, эту квартиру готов сам купить. Я сейчас вполне серьезно. Сколько есть времени? Слушай, действительно есть такой пункт. Передача рукописи воздательства осуществляется по завершении всех этапов работы. Ну, только это полбеды. Ты лучше посмотри на дату заключения договора. Пятнадцатого января. Это о чем-то нам должно говорить? Да, Кирилл, должно говорить. Тому, кто внимательно изучал распечатки телефонных звонков. Вот пятнадцатого числа был заключен договор, а с семнадцатого они перестали созвониться с сыном. Ну, то есть, вообще друг другу не звонили. Вот, ну, вообще. Совпадение? Вряд ли. Это что у нас? Опять обманул, что ли? Они поссорились не из-за любовника. С ее послуженным списком это вообще не повод. Они поссорились из-за книги, о которой он до сих пор упорно молчал. Вот так. Да. Да что еще за книга, господи боже? О чем вы? Меня достало, что я должен постоянно отвлекаться от важных дел. Мне достало, что я должен таскаться сюда, как на работу. Это вредит моей репутации. На место сядьте и хорошо подумайте над каждым следующим словом. Дача ложных показаний. Преследоваться по закону. Вы уверены? Вы уверены в том, что если я плотно вами займусь, я не найду противоречий в ваших словах? Вы уверены в том, что если я надавлю на вашу девушку, я не узнаю, по какой именно причине вы устроили ее работать к своей матери? И что именно вы поручили найти, узнав, что ваша мать умерла? И, наконец, вы уверены в том, что если я подниму вашу переписку, я не найду упоминания книги, о которой якобы вы ничего не знаете? Вы в этом уверены? Нам повезло. Был один вызов по этому адресу. Задержали двух белорусов. Там семейная пара Борис и Светлана Стаценко. Он полтора года как вышел, сидел за грабеж. То есть, получается, что если мы знаем их имена, мы же теперь можем их найти, правильно? Ну, как? Вот как и где ты их будешь искать? Они официально нигде не трудоустроены. Оформленные телефонные номера не используются. Московской регистрации тоже нет. Принимайте, надо идти в полицию и объявлять их в розыск. Миша, нет. Нет, Миша. На. Здесь ровно пятнадцать. Вообще, я ничего не обещаю, а к вечеру постараюсь что-нибудь выяснить. Мишенька, спасибо тебе большое. Я отнесу. Просто для ясности, хочу, чтобы вы знали, я не считаю вас подозреваемым. Если бы вы убили мать, первым бы, что вы сделали, вы бы хорошенечко почистили все, что могло бы вас компрометировать. И тогда не было бы никакой необходимости посылать туда Катю, сделать это повторно. Более того, если бы вы знали, что ваша мать мертва, туда вообще не надо бы никого посылать. Было бы лучше, чтобы тело нашел кто-то другой. Давайте так, откровенность за откровенностью. Кто-то знает еще о книге? Кому вы говорили? Только не надо врать. Неужели вам все равно, найдем мы убийцу или нет? Слушай, да зачем мне вообще кому-то рассказывать об этой книге? Мы с Катей делали эти чертовые копии не для того, чтобы трындить о них на каждом углу. У меня был другой план. Если у вас все готово, Лиза с нетерпением ждет встречи с домом. Для передачи денег должен приехать ее парень, Игорь. Ровно в полночь, без опоздания. Остальные инструкции мы направим лично ему. И не дай бог, рядом с ним окажется кто-то еще. Игорь, 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 Игорь. Почему Игорь? Почему Игорь? Потому что он молодой, зеленый что ли? И им легче управлять. И он не вытворит чего-нибудь эдакого. Все, рабочий дырочек возьму. Чего? Ну, мотороллер. С хозяином договорился, все ок. Дальше делай все, как говорят. Нет. Шаг лево, шаг вправо. Я тебя лично потом найду и обе ноги выкручу. Понял? Хорошо. Аккуратно. Давай. Все. Ну, ты представляешь? Этот застралиц копирует весь материал и… А нафига? Слушай, ну, поначалу из-за любопытства или из-за страха. Ну, типа, предупрежден, вооружен. Допустим. Мало ли, что она там пишет. Допустим. Потом вчитался, понял, о ком идет речь. И тут он сообразил, что это отличный инструмент для шантажа. Да если бы этот инструмент не дошел до публикации. Ну, на этот пункт у него не было четкого плана. Ладно. Главное другое. Главное то, что этот материал завтра окажется у кого? У кого? У кого? У кого? У меня. А, завтра через час? Может быть. Да, ну, наверное. А что, 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 тебя домой так тянет? Я понимаю, жена, борщи там, не к бюже там. А так, пивко, пельмешечки. Так, Кирюх, хочешь поработать? Иди ко мне наверху, там полного материала. Нет, 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 все, не борзей. Пока, Журлю. Пока, пока, пока. Мужики, пока. Алло, привет. Малышка, я бы тебе страшно соскучился, просто страшно. Только не говори, что ты уже спишь, пожалуйста, не говори. Алло, а что у тебя там за странные звуки? Да нет, нет. У тебя показалось, все тихо. Ага. Я тоже соскучилась. Завтра заедку тебе, ладно? Давай, целую. Ну, пока. Ну, что, к Наташе теперь или что? Может, как-нибудь давай проследим за этим Игорем? Ну, такую сумму, считай, почти подростку. Не дай бог, что случится, Инга. Давай. Он же здесь направо повернул. Ты куда едешь? Точно направо? Направо. Что мне делать теперь? Поворачивай направо. Я не могу, мне нас отдавать придет. Вставай. Сейчас. Натешься, как черепаха, газу прибавь. Ты сейчас договоришься меня, будешь за ним на автобус уходить. Ну, а теперь чего, куда? Тормози. Давай, давай, направо. Вот он, вот он. Ну, нашли мы его. А теперь что? Ой. Ой. Игорь. Игорь. Господи боже мой. Ты слышишь меня? Что случилось? Ты вообще видел его? Что он сказал про Лизу? Денег нет. Денег нет. Что? Пушка. Какая пушка? Что это значит? Что? Не тупи давай, скорую вызывай. Игорь, ты слышишь меня? Опа-на. Опа-на. Опа-на! Опа-на. 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 Денег нет. Опа-на. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы ехали мимо, услышали крик. Естественно, бросились на помощь. Совершенно нормальная. Человеческая реакция. Совершенно нормальная реакция, по моему скромному жизненному опыту, это вдавить педаль газа до упора. Как вы оказались в полночь в районе нападения? Судя по вашей прописке, вы живете в другом конце города. Слушайте, ну, какая разница? Объясните мне, какая разница? На парня напали, мы были рядом. И слава богу, что мы были рядом. Если вам не нравится слово случайно, пожалуйста, можете вот здесь у себя написать, что нас туда, не знаю, его ангел-хранитель привел. Ну, может, вы сами совершили нападение. А тут мне заливаете. Я? А как я его? Кошельком, что ли? Паспортом? Ключами от машины? Чем? Орудие нападения можно и спрятать. А-а-а. То есть, это получается, орудие преступления я спрятала, а сама там осталось вас дожидаться, да? Угу. Возвращались домой. Искали выезд на МКАД, тупо заблудились. Навигатор заглючил. У вас такого не было? То есть, вы уверяете, что не знаете потерпевшего и оказались на месте происшествия по чистой случайности? Услышали крик, тормознулись, подбежали. Все, кроме Игоря, там уже никого не было. Игорь, значит? На секунду. Подпишите. Тут вот слово одно непонятно, написанное непонятно. Вот. Что делаете вы? Что вы делаете? Мы что, еще не закончили, что ли? Мы, еще не начинали. По какой причине вы скрыли, что знали потерпевшего? Мне надо сделать телефонный звонок. Где ты? Где ты? Даже не знаю, как вас благодарить. Спасибо. И чтоб из города никуда. Да. Глазом спущу. Под мою личную ответственность. Вот и хорошо. Спасибо. Якошка, ты только не злись. Мы сейчас тебе все объясним. Не злись. Я сейчас молодым начинаю ругаться. Бегу. В точности следуйте дальнейшим инструкциям. Если пойдете в полицию, Лиза умрет. Ну? Ну вот. Мы нашли деньги. Отдали их Игорю. А потом Олег предложил за ним проследить. Просто если бы мне в его возрасте дали в руки пятнадцать... Олег, можно без лирики? Дальше что было? Ну, мы начали следить, но на какой-то момент упустили его из виду. Да потому что, когда говоришь на переклеске направо, его нужно поворачивать направо, а не крея. Ты же попросила, а? Дальше. Ну, дальше ты сам все знаешь. Мы его нашли. Он почти без сознания был. Я вообще сначала подумала, что это огнестрел. Потом уже в полиции сказали, что его по голове ударили. Какой огнестрел? Выстрелов не было. Инга, какой огнестрел? Почему он сказал про пушку тогда? Так, стоп. А он что, еще и говорил с вами? Ну, вот это только одно слово. Пушка и все. Больше ничего. Вообще-то, это очень хорошо, что мы там оказались. Да. Я боюсь представить, что было бы, если бы он всю ночь там пролежал. Героя. Парень в больнице, денег нет, Лизы нет. Что нам было делать? Ну, ты же сам слышал. Никакой полиции. И ты действовал по инструкции. Первый раз в жизни. Это было не мое решение. Молчи. Ты… Хорошо, ты давай дуй в полицию. Я тебе сейчас скину телефон с ледока. А ты… А ты домой. Все. Народ, время, время. Ну, что ж, ну что вы как? Пятьсот часов. Да, я вас понимаю. Хорошо. Медведь, не поменьшится. Да. Партию роялей мы уже отправили. Отправили. Я вам перезвоню. Да что ж ты делаешь-то, ну… А что происходит? Майк, куда они, Ивана? Я так понимаю, что мы ни в какой парк не едем? Да, Вероника Степановна, дай бог, не здоровья, предложила всех сослать на дачу. Ну, понимаешь, если эти люди знают о Лизе, они же могут узнать о Марке, правильно? А что, если они не остановятся? Аппетит приходит во время еды. Такие люди. Что происходит? Объясни мне, пожалуйста, по-человечески. А, черт, ты же не в курсе. Ну, в общем, если коротко, у Олега похитили дочь, он отдал выпук 15 миллионов, она до сих пор не вернулась. А что? Подожди, сколько? Кто? Откуда у него такие деньги? А, Миша у него квартиру купил. А бывайте чужие, а бывайте. Как он? Миша, квартиру. Ага. Подожди, объясни мне, пожалуйста, я единственный человек, который вообще ничего об этом не знает? Так, дайте мне пройти. О, такси приехало. Обувайтесь. Готовь нас с пятнадцатой. Еще оба. Секунд. Выходим. Пошли. Держи. Выходим, выходим. Давай. Все, бегом. Пока, детка. Давай. Да, ты тут это… Пап, ну все, в общем, доедете, сразу набери, ладно? Да-да, не волнуйся. Хорошо. Хорошо. Ну-ка, садимся. Все. Деточки, пока. Созвонимся. Поехали. Да-да. Опа. Кое-что узнал. А я тебя не ждала. Слушай, все уехали. Олег, у тебя? Олег поехал в полицию заявление подавать. Ну, не прошло и года, наконец-то. Столько времени и денег потратили. Ну, и что твой Журавлев? Да молчи, Журавлев. Пойдем, расскажешь, что разузнал. Давай-давай, пойдем. Слушай, никакой личной жизни. Недели не могу. В другой стране надо было. Да в Сталина работе. Так, все, потом. Так-так-так, три минуты до начала рабочего дня. Ты уже уходишь? Так можно было, да? Слушай, я сейчас отъеду. Прикроешь меня? Влады. Давай. Давай. А, еще. Дело Романенко пока на тебя. И позвони этой девушке в издательство. Ася? Да. Она нам обещала список. На фига он нам? У нас скоро будет полная версия. Пока мы его получим. Пока прочтем. То, все, пятое, десятое. Надо что-то скормить шефу. Все, я ушел. Как эта чертова писанина поможет вам найти мою дочь? Я не понимаю. Сохраняйте спокойствие. Ну, мы же время теряем. Мы уже и так дров наломали. Лично вы. Ну, опять раскисло. В самом деле, Анатолий Борисович, у нас есть какие-нибудь шансы? Вы уже начали что-нибудь предпринимать? Работаем, работаем. Не волнуйтесь. Времени, конечно, услышано много, но по счастью есть свидетель. Как только он поправится… Ну, а тут вы правы. Слава Богу, он живой. Единственная надежда на то, что он сможет распознать нападавшего. Ну, какая надежда? Я же сказал, я знаю, у кого моя дочь. Нам осталось только найти этих людей. Вам помочь выйти за дверь? Ну, как это ни при чем? Что значит, ни при чем? Ты, пожалуйста, так меня не пугай, ладно? Послушай, три дня назад оба с Татсенко пересекли границу и уехали в свою Беларусь. Когда Лизу украли, их не то, что в Москве, их в России даже не было. Ну, а то, что они там в квартире устроили. Ну, не знаю, может быть, это какой-то прощальный жест. Меня что, одного это бесит? Ну, хорошо, а если не они, то тогда вообще кто? Я не знаю. Кто же мог еще знать, что Олегу досталось на следствие такая дорогая квартира? Да в том-то и дело, что никто не знал. Он молчал, как партизан. Я даже и то не знала. Ну, ну, если только Лиза сама. Лиза, которая могла об этом болтать на каждом углу. Ну? И у которой для этого была целая неделя. Угу. Ну, одному человеку она все-таки могла бы сказать. Маме? Нет. Я имейл иду Игоря. У меня к тебе только вот один вопрос. Они у тебя здесь живут или нет? Я не понимаю. Ты ему что, ключи дала от кофе? Я не понимаю. Ты вслух, что ли, говоришь? Я не буду вообще это обсуждать. Спокойно. Я сейчас сварю всем кофе. Спасибо, Ген. Спасибо, Ген. Пожалуйста. Ну, не знаю. Чтоб вчерашний школьник провернул такую аферу. У меня как-то в голове не укладывается. Ну, укладывается у тебя или нет, а все ведет к нему. Кто последний контактировал с Лизой? Он контактировал? Кто мог легко просчитать каждый ваш шаг, получая информацию о той же самой Наташи? Ну, якобы волнуясь о судьбе Лизы. Ну, да. Ну, и в-третьих, почему именно Игоря выбрали похитителя для передачи денег? Ну, предположим, с этим я соглашусь. Ну, а зачем тогда его вырубили-то? Ну, это вообще классика, ребята. Чтобы потом полиция на голубом глазу сказать, что ничего не видел, ничего не слышал. Ну, да, очнулся гипс. Ну, типа того. Очнулся гипс. Да удар-то там был так себе, знаете. Я по-своему в больнице, в общем, парень идет бодро на поправку. Все хорошо. А что мы тогда сидим? Нам надо немедленно поехать с ним поговорить. Не нам, а мне. Притормози. Послушай, ну, допустим, даже он виноват, да? Ты как думаешь, он с кем предпочтет говорить? С незнакомым мужиком, который будет у него перед лицом корочкой размахивать, я считаю, сроком? Или с милой, безобидной домохозяйкой? Угу. А милая и безобидная, это у нас кто? Ты? Да. Угу. Однако. Огромное спасибо от лица всей московской полиции. Вашей личной благодарности будет достаточно. Ну, если личной, то одним спасибо не обойдешься, никак-то не комильфо. А вы вот только по книжкам или там в кино можете? Могу, почему нет? Правда, столько работы, все, откладываю, откладываю. Понимаю, я сам такой, ну, с этим нужно бороться. Ну, что, я тогда наберу на днях. Пока. Ой, вы забыли. О, что, еще что-то хотите мне рассказать? Да, есть еще одно имя, которое я не стала включать. Но лучше скажу, а то потом совесть загрызет. Так. Во время нашей последней встречи она сказала, что хочет добавить еще одну главу. Еще одного человека, о котором изначально она не собиралась писать. И вот к этой самой главе она должна была приступить за день до своей смерти. Это то, что даже я не читала. Ну, так и о ком там идет речь? Будь предельно аккуратно. Ты дави, но не передавливай. Да, я все поняла. Не все ты поняла. От того, как ты поговоришь с ним. Зависит, найдем мы Лизу живу или нет. Если она, конечно, еще жива. То есть, ты думаешь, что… Когда в похищении участвует знакомый жертвой человек, шанс на то, что он отпустит ее живой, ничтожно мало. Как-то так. Поняла. Пойдем. Я все сделаю. Спасибо. Сильно не дави. А… А Игорь? А… А… И поэтому его состояние сейчас не представляет опасений для жизни и здоровья. Его нет здесь? Как нет? Ну, не может этого быть. Может прогуляться? А где у вас тут гуляют? А где у вас тут гуляют? Это важно? Не то слово. Устраивайся повдобнее и готовься к удивительным. Угу. Ну, говори, говори уже. Короче, наш старый знакомый Фомин тоже был в книге убитый. Подожди, стой, стой. Девушка, а это единственный выход? Нет. Спасибо. Слушай, это ни черта не значит. Он же нам первый о ней рассказал. Если бы Фомин чего-либо боялся очков, он бы нам не рассказал про книгу. Понимаешь? Да, я полностью согласен с твоим доводом. Но есть один важный нюанс. О? Фомина в плане изначально вообще не было. Он появился там позднее. Ну, он мог даже не знать, что Романенко уже успела обсудить это с редактором. Так что вроде как упоминание книги ничем его не касалось. Наоборот, помогало отвлечь нас. Слушай, тут такой список имен. Просто закачаешься. Я тебя услышал. С тобой согласен. Смотри, тогда нужно проверить алиби. Дуй к нему в студию, а я сейчас попробую, попробую подъехать. Все, давай, пока. Ага, хорошо. А ты что? Алло. Ну, что теперь? Надо прочесывать другие этажи и подвалы. Нет, смотри. Если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то, скорее всего, это утка. Этот парень сбежал. Этого не может быть. Это невозможно. Лично я в это не верю. Я не собираюсь играть с собой. Верю, не верю. Позвони Наташе и выясни, что она про него знает. Знаешь, что ему 20 лет. Знаешь, что он в пиццерии работает. Где-то он учится. Ну, у меня же он и учится в техникуме, где я преподаю. Лиза с ним там познакомилась в прошлом году. Как я вообще могла это все допустить? Что же еще? Где он живет? Где свободное время проводит? Ну, он не москвич. Он живет в нашем общежитии. Друзья у него есть. С кем он дружит? Особенно близко. Да господи, ну откуда ж я знаю? Какое вы сказали число? Пятое? Пятое вечер. У-у. Никакой съемки у Валерия пятого числа вечером не было. Но вы знаете, будет лучше, если я сейчас у него уточню. А он здесь? Может быть, я сам? Одну минуточку. Пятое вечером съемка была. Угу. Пятое вечером съемка была. Угу. Пятое вечером съемка была. Была. Я пройду. А, Валерий сейчас подойдет. Так, отойдите. А ну, стоять! Куда? Никуда ее? Помоги, пожалуйста. Нет. Я сказала ему все, как вы просили. Может быть, он не поверил. Ой, заткнись, идиотка. В общем, вынужден вас задержать. Ну так, это ж, я ж говорю, нету их. Сосед его в деревню к маме на лето уехал. А Игорек, если раз в неделю появится, считай праздник. Ну, вот я ж говорю. Пожалуйста. Угу. А ключи запасные есть? Мы должны осмотреть помещение. А ордер у вас есть? Послушайте, этот человек подозревается в тяжком преступлении. В похищении несовершеннолетней девочки. Ну, постыдились бы на хорошего человека поклепу золотить. Чепуха все это. Нам нужно попасть в эту комнату. Срочно. Если этого не произойдет, то примерно через час здесь будет пожарная инспекция. И будете тогда им объяснять, почему у вас нет огнетушителя на каждом этаже. Ой, а я сейчас и позвоню. Сама позвоню. Ладно, погодите, погодите. Ну, пойду. Пойду принесу. Подождите. Давайте, мы вас ждем. Ну, вот его комната. Ну, вот его комната. Только ничего не забирайте отсюда, а то мне потом отвечать. Компьютер. Угу. Слушай-ка, а я не удивлюсь, если у парня были долги. У меня один знакомый на этой теме квартиры лишился. Так. А вот это уже и все объясняет. Кредитки. Ты знаешь, я о чем думаю? А что если Игорь, ну, сам уже раскаялся в том, что он натворил? Что если, когда мы его нашли, он нам пытался сообщить место, где находится Лиза? Понимаешь, вот это слово, которое мы услышали? Пушка. На самом деле, он хотел сказать не Пушка, а хотел сказать, ну, например, Пушкин. Город, знаешь, есть в Московской области, по Ярославке. Угу. Знаю. Я уже думал об этом. Это также может значить все, как и ничего. А вот это уже кое-что посерьезнее. Смотри. Пятый пункт из списка дел. Поговорить с Коршуновым насчет бабок. А вот смотри, первый пункт. Обсудить с Коршуном план. Коршунов. Где-то я слышал это имя. Коршунов. А, конечно. Утром я смотрел распечатку его телефонных звонков. Ну, странно же. Получается, после похищения они вообще ни разу не созванивались? И это то, что выдает их с головой. До похищения они созванивались, ну, по нескольку раз за день. И вдруг тишина. Сейчас, Кирилюх, позвоню. Абонент временно недоступен. Так… Да, алло, привет, Журавлев. Слушай, пробей мне одного человечка. А, ну, где работает домашний адрес? Вообще все, что найдешь сможешь? Да не убивал я ее. Чем угодно готов поклясться. Детектор лжи готов пройти. Вот. Насчет алиби соврали? От повторного разговора пытались слинять. Как вас понимать? Ну, был я у нее в тот вечер. Так, с этого места поподробнее. Злая она была, как собака. Поцапались опять. И именно тут вы и ударили ее, да? Нет, я ее не трогал. Угу. Она меня прогнала. Вы лучше найдите ту бабу, которая у нее была в тот вечер. Так… Что за баба? Не знаю. Не видел. Слышал только голос. И пришла она к ней из-за этой книги. Думаете, зачем я вам про нее рассказывал? Угу. Чтобы отвлечь наше внимание? Угу. Чтобы помочь. Речь в книге шла о мужиках. И у каждого из них, если не жена, то любовница точно есть. А у некоторых – и та, и другая. Думаете, они с диким восторгом ждали появления в свет всей этой фигни? Чем вы можете подтвердить ваше слово? Ну, вот и как я могу вам доверять после этого? Угу. Ну, все понятно. Еще один человек, который задолжал деньги. Угу. Да тот еще аферист, похоже. Угу. Слушай, а давай прямо сейчас ему напишем? Мы же… Не надо никому писать. Перестань. Да. Подожди. Слушай, давай. Пробил твоего человечка. Только порадовать тебя особенно ничем не могу. Московского адреса в базе нет. Сам родом из Подмосковья. Случайно не из Пушкина? Не, у него там другой писатель потоптался в названии – Чехов. А тебе что надо вообще? Адрес или тупо найти? Слушай, ну, найти. А тупо или нет, мне все равно. Как раз это легко. Пацан четвертый день в спецприемнике. Пятнадцать суток за хулиганство. А где именно? Еще раз. Супер. Все. Спасибо. Я с тобой. Нет, нет, нет. Я с ним поговорю сам-то. Какой еще Игорь? Что там за Лиза? Ничего не знаю, чувак. Не слушай меня. Если с Лизой что случится, и если ты мне соврал, а я узнаю, что ты соврал, твои сто пятьнадцать суток превратятся… Я тебя закрою. Понял? Я сделаю для этого все. Услышал меня? Ну, зачем это все обсуждать, если я все равно сейчас приду? Наташа, Наташа, послушайте меня. Я уже поднимаюсь. Вы мне лучше номер квартиры напомните, пожалуйста. Ага, спасибо. Пятьдесят шесть. Пятьдесят шесть. Пятьдесят шесть. Пятьдесят шесть. Ты Лиза? А вы кто? О, Господи. Лиза. Лизонька. Пойдем домой, мы пошли. Если я не беру трубку, значит, я не могу говорить. Что в этом непонятного? Егор, она дома. Кто? Лиза, ее отпустили, она вернулась. Ты приедешь? Какой в этом смысл? Страшного не случилось, и это главное. Ты позвони следователю, хорошо? Давай. Ой, слушай, мне Кирюха звонит. Давай, перезвоню. Давай. Да, Кир? Слушай, шеф летует, приезжай, срочно. Я тянул резину, как мог. А что случилось-то? Я сам понять не могу, что за кипиш такой. Я тупо сделал пару-тройку звонков. Куда? В Кремль, в правительство и в Госдуму? Ты думаешь, я совсем идиот? Кому конкретно ты звонил? Фомин сказал, что там замешана какая-то… Здрасте. Какая-то баба. Но я решил проверить. Звонил пару-тройку жен. Ну, тех мужиков из списка. Ну, хотел алиби по-тихому проверить. Блин, Егор, ты сам меня подгонял! Да, я сглупил. Что вам вообще такое говорить? Я Игоря, что ли, не знаю? Он не мог. Я вообще понятия не имею, кто там был. Он постоянно какую-то черную маску на лице носил. Лиз, тебе что-нибудь предложить? Может, я пока в магаз изгоняю? Ну, месяца уже. Значит, вы утверждаете, что этот человек был один? Да. Да, Маня так заработал. За недельку. Пятнадцать лямов в одно лицо. Сколько? Вы шутите? Да какие ж тут шутки? И вы заплатили пятнадцать миллионов? Нет, я не имею. Олег заплатил. А вы можете писать эту квартиру поподробнее, в которой вас держали? Да, могу. Абонент временно недоступен. Это что ж за номер вы мне отмочили? Владимир Федорович. Под монастырь решили подвезти? На печью сослать? Владимир Федорович, виноват. Не оценил рисков, не продумал последствия. В будущем, надеюсь… Это если оно у нас с тобой будет. Наменящийся этим делом не то, что давят, а мне будто самосвалом проехались. К асфальту носом приложили. Видимо, чтоб к земле привыкал. Потребовали провести повторную судмедэкспертизу, чтобы доказать наличие состава преступления. Это как так? Ну, вот так. Пошли вон к чертовой матери, чтоб глаза не видели. На кладбище за лопаток, Генринев. – Пока. – Пока. Пока. Да кого это мы так разозлили, а? Ну, положим, не мы, а ты расхлёбывать нам. То есть мне. Ого. Одни сплошные знакомые лица. А это что такое? Это мой друг. Занимательное чтиво. Я, правда, досилил только один абзац, в котором Романенко благодарит читателя за любовь и доверие. Ну, в общем, я осилил только первый абзац. А Матвейс это принес? Да, да. При этом раз в пятьдесят предупредил, что информация, которая там находится, офигеть какая суперсекретная, и что если она, не дай бог, когда-нибудь куда-нибудь попадет, он очень сильно расстроится. Короче, я его еле выставил. Его руки скользнули. Не, 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 не начинай, не начинай. Обязательно читать? Типе, да. Типа, да. Я знаю, знаю, что ты меня не ждешь, что ты супер занятая, вообще я тебя за сегодняшний день порядком достала, но я домой не уеду. Даже не мечтай. Я машину на туру сдала. В метро я боюсь такое время, там одни маньяки. Антакси, у меня денег нет, я вот, все на продукты потратила. Знаешь, у тебя есть один бесспорный талант, но и ты мне заработаешь деньги. Тебе постоянно удается ставить меня в безвыходные ситуации. Проходи. Ты знаешь, неплохо. Инга, выключи чайник, Инга. Инга! Выключи чайник, Инга! Да! Тебе чайник не мешает? Инга! Доброе утро. Я же хотела завтрак сделать. Садись сейчас, я быстро пять сек. Доброе утро. Ну, как чтиво? Ну, ты знаешь, мне кажется, что если это издать, это будет просто бомба. Ну да, конечно, там языковое и стилистические ерунда, но вот эта вот история про спортивного врача, который домогался ее с пятнадцати лет… Эй! Спортивный врач? Ну, я еще не читал. Как зовут? Это Анатолий Касьянов. Ну, там реально жуткие вещи. Слава Богу, что я своих детей не отдала в большой спорт. Анатолий Касьянов, Анатолий Касьянов. Нет, этого имени не было в списке редакторов. Ну, вот еще одно имя, о котором не знал редактор. Нет, это исключено, там на полях прям редакторские пометки. Ну, она могла забыть? Нет. Она не могла забыть, понимаешь? Ну, эта книга, собственно, написана для того, чтобы поведать миру конкретную эту историю. А все остальное просто фон. Это книга о нем, понимаешь? Ага, вот он. Глянь. А на вид приличный человек. Наверняка образцовый член общества. Заботливый муж и любимый отец. Любимый отец. И похоже, я знаю чай. А что же вы вчера не позвонили? Я вас ждала. Мне жаль. Правда жаль. Ася, вы задержаны по подозрению в убийстве Алены Викторовны Романенко. Работайте. Знаете, по-человечески я вас понимаю, вы хотели защитить отца. Вы не могли допустить, чтобы эту книгу прочитал еще кто-нибудь. Я другого понять не могу. Почему именно вы работали вместе с Романенко над книгой? Чистая случайность. Видно, кто-то наверху хотел уберечь мою семью от позора. И это ему почти удалось. Ну, ты как? Слушай, может у меня что-то с кармой нету? Ну, может быть. Может чакры почистить, я не знаю. Ну, почему вот каждый раз, когда вот не нравится какая-то женщина, девушка, происходит какая-то фигня? Да. Слушай. Может у тебя есть телефон кого-нибудь из этой области? Есть? Есть. Почистим. Почистим тебе кармочку. Тебя жду. Однозначно. Там я сделаю себе кабинет. Ой, ладно, Миш, ты уж так не спеши. Может быть Олег еще вернет тебе деньги. Олег вернет и деньги. Три слова, которые абсолютно точно не могут находиться в одном предложении. Согласен. Слушай, ну я же не говорю, что Олег заработает деньги и вернет их. Я имею в виду, что в принципе теоретически есть шанс найти похитителя. Например? Ну, смотри, если Игоря пытались убить, а он не при делах, это что скорее всего значит? Это скорее всего значит, что он видел лицо преступника. И именно поэтому он сбежал из больницы, а не потому что он боялся полиции. Он просто боялся похитителя. Вот и получается, что мы находим Игоря, находим похитителя, возвращаем деньги. Ну что, вполне резонно, я согласен. Да, батарею и окна поменяю. Да, слушай, скажи, а как эта девочка Лиза, как она тебе? Да нормальная, обычная, напуганная, маленькая девочка. А фотка есть? Не знаю, может только в сети, если. Вот с этого-то ракурса, ну похоже же, ну посмотри. Да не выдумываю, реально вообще ничего, даже близко ничего нет. Слушайте, ребят, ну вы же сами вызвались мне помочь, давайте уже последний рывок остался. Это что? Да ладно. Па, ну кончай, так глазите уже, ты во мне скоро дырку прожжёшь. Вот так вот, ищешь и ищешь. Ночей, можно сказать, не спишь, она тебе дырку прожжёшь. Ах, принеси меню, а? Пожалуйста. Чё-то кофейку хочется. Ну что, никакого похищения же не было, правда? Ты ведь уже была в этой квартире, я думаю, что не раз. Как не стыдно тебе. Отца решил обобрать. Деньги где? У Игоря? Вы же вместе с ним это провернули, так? А по башке, а? По башке ты же ему дала, да? Да я же не знала. Я просто хотела исчезнуть на пару дней. А он сказал, что лучше штук похитили. Что они так будут сильнее волноваться. Деньги где? Я не знала, о каких деньгах идёт речь. Не ври мне, Лизонька, не ври. Я не вру. Я клянусь, это правда. Я сидела у Стаса в квартире. Потом Игорь приехал. Сказал, что из больницы сбежал. И что полиция его ищет. И то, что мне надо вернуться. И ничего о нём не говорить. Его какой-то знакомый уговорил попросить за меня выкуп. Он согласился. Я правда не знала ничего о деньгах. А что за знакомый? Я не знаю. Он не сказал. А Игорь сейчас где? Наверное, там же, где была я. Так. Адрес пиши мне. Быстро. Ты что творишь, Инка? Я думаю, Лизонька сама тебе всё расскажет. Ради меня здесь, поняла? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Почему ты никогда не делаешь то, о чем я тебя прошу? Это ж так просто. Кто бы мог подумать? Вы не говорите. Только думали, что к жизни нормально вернулись. Только вздохнули свободно. Почему же долго-то так? Парня, конечно, жалко. А, Игоря. Да. Ну, наконец-то. Слушай, ты можешь меня отпустить, нет? Ага, сейчас. Под домашний арест. До сентября глаз тебя не спущу. Я хотела к папе съездить. Ты что думаешь? Ты ему нужна после таких выходок? Кроме нас с Александром Сергеевичем ты никому не нужна. Заруби это себе на носу. Здравствуйте, Инга. Александр Сергеевич, это прям как Пушкин. Да, представляете? Он еще и литературу у нас преподает. Так свеже и оригинально. Что бы я без тебя делала? Пушкин. Пушкин. Обалдеть. Черт. Во времени смерти это вполне могла быть сама Лиза. Зачем ей его убивать? Зачем? Мы не можем отказаться от этой версии только потому, что ты не знаешь зачем. Так бывает. Поругались, психанулы. Могло произойти все, что угодно. Я знаю. Я знаю, кто это сделал. Кто? Ты помнишь, что нам сказал Игорь, когда мы его нашли? Ты про Пушку? Ну да, но это была первая ошибочная версия. Потом я подумала, что это про город Пушкин, да? Но место, где держали Лизу, совершенно никак не связано с городом Пушкин. Пушкин, это про человека. В общем, отчима Лизы зовут Александр Сергеевич. Он преподает в техникуме. Я уверена, что студенты его так и называют. Пушкин, ну как бы слишком узнаваемое сочетание имени и отчества, понимаешь? Вот мужичок, который под окном не стоял. Да, конечно. Игорь открытым текстом сдал нам своего сообщника. Полиция, Наташа, это к тебе. Вы зайдете? Нет, лучше уж вы к нам. Проходим. Александр Сергеевич, вы задержаны по подозрению в убийстве, вымогательстве в особо крупном размере. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Папа, заслушай на этот раз, пожалуйста. Я знаю, что я совершила огромную глупость. И то, что это почти невозможно простить. Но я даже представить не могла, что могу кому-нибудь быть так нужна. Слушай, я же забыла спросить, а вдруг она мясо не ест? Сейчас у молодежи-то это модно. Не раздувай из муки слона, огурец поест. Когда мы будем жить вместе, будешь еду заказывать в интернете. Поняла? Угу. Я опять не могу ходить в магазин. Я яйца забыла купить. Ничего страшного, пойдем. Угу. О-о-о! Подгорело, нет? Да нет, нормально, нормально. Ну, пошла. О-о-о! Всегда мечтала о такой огромной семье. Когда я вырасту, у меня тоже будет трое. Мужей? Смешно. Детей. Очень смешно. Не шутка? Молодец. Тоже хочу, чтобы два мальчика и одна девочка. Ну, хотя, в принципе, это не важно. Пусть будет, как будет. Ну, что ж. Я, конечно, планировал это сделать немножко по-другому, но пусть будет, как будет. Инга, я хочу, чтоб ты стала моей женой. Тихо, мешание. А что не так? Все нормально. Может быть, ты хочешь что-то сказать? Болтуны. Вот. Мне нужен ответ. Четкий и ясный. Да или нет? Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...